Итоги недели На главном за 7 дней расскажем вам я, Полина Сусько, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать, и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Как защитить себя от мошенников и киберпреступников? В Бресте прошел семинар по защите персональных данных. Сделал покупку, обнаружил брак, обратился за возвратом в ответ хамства и нежелания исправлять ситуацию. Александр Богданович о том, где найти справедливость и кто поможет. Материал ко дню защиты прав потребителей. Бересте в Бресте. История уникального города, в котором давно никто не живет. Археологический музей Бересте отмечает 40-летний юбилей. Телевизионное знакомство. Владислав Ковальчук. Первый и единственный брещанин, которому удалось дойти до этапа слепых прослушиваний российского шоу «Голос». В эфире программа «Итоги недели» и мы начинаем. Тема защиты персональных данных в последнее десятилетие стала особенно актуальной. Переход к цифровизации, с одной стороны, упростил жизнь нам, платежи в несколько кликов, покупки онлайн, наличие постоянного доступа к мобильным приложениям и электронным страницам. С другой стороны, персональные данные стали серьезным инструментом манипуляции. Борьбу за них сегодня ведут киберпреступники. Многие обманные схемы правоохранители уже изучили. Беспечными, к сожалению, остаются сами граждане. Для того, чтобы еще эффективнее вести работу по информированию граждан о защите своих персональных данных, а также улучшать информационную безопасность на предприятиях и в организациях, накануне в областном исполнительном комитете прошел специальный семинар. Его участниками стали и наши корреспонденты. Практически каждый день мы заполняем различные онлайн-формы, регистрации в дисконтных программах, покупка товаров и услуг, переписка с заказчиками и друзьями. В указанных графах как минимум мы вставляем свои инициалы, и уже эти сведения относятся к категории персональные данные. Цифровой мир требует от нас такую информацию, и мы, как ответственные пользователи, придерживаемся правил. Однако, так ли это безопасно? И что нужно знать, чтобы информация о вас не стала предметом шантажа или других противоправных действий? Об этом шел разговор в рамках большого образовательного семинара, который состоялся накануне в областном исполнительном комитете. Центральными спикерами встречи стали специалисты Национального центра защиты персональных данных, который был создан в нашей стране три месяца назад. Я бы выделил в качестве такого глобального вопроса, вопрос понимания вообще, понимания важности этих процессов. Потому что много тем прописано, много полномочий предоставлено как, скажем так, нам, всем нам как гражданам, как носителям этих персональных данных. Но вот самого понимания, для чего важности этого процесса пока не пришло. То есть, вот одна из миссий нашего центра, она в том числе разъяснительная, рассказать, в том числе о том балансе, который нам дает преимущество с одной стороны, а со второй те риски, которые несет за собой, например, неправомерный сбор, неправомерная обработка, неправомерное распространение персональных данных. Участниками образовательного мероприятия в первую очередь стали представители местной вертикали власти, а также специалисты предприятий области. Как правило, в их базах данных сконцентрировано большое количество необходимой информации о гражданах, с которыми эти учреждения взаимодействуют. И именно организации несут достаточно серьезную ответственность за сохранность этих сведений. В этой связи для специалистов предприятий разработан специальный информационный продукт, затрагивающий наиболее актуальные аспекты деятельности. В части оказания такой серьезной методической помощи нами подготовлен, мы его называем, такой портфель оператора. То есть, по сути, это набор неких типовых решений, которые нашим коллегам позволят эту работу, ну, опять же, каким-то образом вывести на более продвинутый, как сейчас говорят, такой профессиональный уровень. Один из основных документов, который сегодня регулирует манипуляции с личной информацией, закон о защите персональных данных. Именно его стараются обойти злоумышленники, пытаясь получить необходимые сведения. Однако буква закона все же в действии. Правоохранители и судебные эксперты в достаточно большом количестве случаев находят таких нарушителей. Однако бдительными должны быть и сами люди. Так как информатизация и цифровизация сегодня представлены достаточно широко, люди нередко, не задумываясь, сами отдают данные о себе, а после серьезно жалеют об этом. Если же такая проблема есть, каждый гражданин имеет право обратиться за помощью к специалистам Национального центра защиты персональных данных. Мы рассматриваем жалобы субъектов персональных данных на действия оператора. Такие жалобы уже и сегодня поступают. Но в целом можно направить сегодня в центр не только жалобу, но и обращение. У нас есть форма подачи электронного обращения посредством нашего сайта. Там можно написать письменное обращение на наш адрес, город мисс Клара Цеткин, 24. И таким образом специалисты центра обращаются к оператору и выясняют те ситуации, которые возникнут. Встреча в Бресте прошла в рамках цикла образовательных мероприятий. Чтобы следить за графиком подобных открытых диалогов, необходимо ознакомиться с сайтом Национального центра защиты персональных данных, либо подписаться на официальный телеграм-канал учреждения. Также на этой неделе в Бресте подписали соглашение между Брестским областным исполнительным комитетом, областными объединениями профсоюзов и нанимателей. Это уже традиционное мероприятие. Рассчитано оно на 2022-2024 годы и направлено на регулирование социально-трудовых отношений, содействие занятости, оплаты и охраны труда, социальные гарантии, социальное партнерство. Также в нём имеется ряд изменений и дополнений. Трёхсторонний договор между Брестским областным исполнительным комитетом и областными объединениями профсоюзов и нанимателей – очередной шаг к укреплению сотрудничества. Встреча по обсуждению документа проходит раз в три года на протяжении многих лет. При этом, учитывая опыт предыдущих встреч, в договор вносятся поправки в соответствии с реалиями времени. Вот и на нынешней встрече участники обсудили ряд нововведений, которые предусматривают собой договор. А также соблюдение обязанностей, которые берут на себя стороны. Та работа, которая сегодня проводится и профсоюзами, и союзом нанимателей, она для многих может быть незаметна, а для меня, как руководителя, который объединяет все направления, это одно без другого быть не может. Да, вроде бы сегодня с правой стороны профсоюза, понимаете, те, которые дают работу, те, которые часть гарантируют, а я гарантировать должен, в общем-то, все. И согласно законодательству и того, что сегодня страна в целом обеспечивает нашим труженикам, оно должно быть обусловлено теми позициями, которые отчасти наши сегодня профсоюзные организации и отраслевые, в конечном итоге, по подразделениям, по направлениям. Количество сегодня, так сказать, профсоюзных организаций за этот год почти увеличилось на 240, так сказать, ячеек ваших, да, которые, опять-таки, может быть, не в легкую минуту для страны, да, а в первую очередь эта пандемия была в то время, когда мы тут все совместно понимали и обеспечивали вот этот минимум социальных и, опять-таки, понимание вопроса, да, каждый брал на себя ответственность сегодня, когда профсоюзы сегодня рассматривают, вот это на федерации профсоюза, когда вносятся предложения очередные, и когда сегодня наниматели, опять-таки, так сказать, тому члену его коллектива гарантируют по кол-договору определенные моменты, это в основном, конечно, это не ухудшит наша задача, да, в принципе, а только улучшить. Мы, как профсоюзы, заинтересованы, чтобы были предусмотрены определенные гарантии как всем работникам, так и определенным категориям, поэтому такие категории предусмотрены и для беременных женщин, и для одиноких работников, которые до пяти лет выхода на пенсию, также для других категорий, особенно для добросовестных работников, которые длительное время работают на предприятиях, предусматривается возможность перейти на бессрочный трудовой договор с сохранением тех же условий, что были и по контракту. Поэтому мы будем вести социальный диалог с нашими партнерами по улучшению тех условий, которые прописаны и не являются минимальными, но если предприятия имеют возможность улучшить какие-то условия гарантии, мы всегда будем это приветствовать. Задача всех сторон обсуждающих договор заключается лишь в том, чтобы в итоге статусы и условия труда рабочих оставались на высоком уровне. Документ о социальном партнерстве направлен на регулирование трудовых отношений, содействие занятости, сохранение социальной стабильности в регионе и дает право работникам отстаивать свои интересы в любой сфере деятельности, будь то он аграрий, станочник или бизнесмен. Если зайти на сайт, например, и посмотреть это соглашение, то можно увидеть, по сравнению с трудовым кодексом, ряд расширений, где мы берем на себя повышенные обязательства касаться трудовых условий и обеспечения людей лучшими условиями труда. Это все поддерживается действительно, и это является основанием, например, при трудовых спорах, мы участвуем постоянно в комиссии по трудовым спорам, опираться и на это соглашение, где условия более мягкие и улучшенные по сравнению, например, с традиционными нормативными актами. Я доволен предыдущим периодом, то, что мы проделали со всех сторон. Я за те, так сказать, новшества, которые сегодня объективно проходят время и то, что они могут появляться и требуют это определенные условия, в том числе тоже за согласие их, так сказать, завизировать. Таким образом, подписывая договор, обл. исполком и областные объединения профсоюзов и нанимателей дают понять, что они и дальше продолжат работать в направлении укрепления взаимоотношений и расширять права работников, давая им больше возможностей бороться за свои права. Жмем руки? Да. Спасибо. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Юрий Лемантович, телекомпания Бук-ТВ. Вы смотрите программу «Итоги недели. Говорим об актуальном и важном». Каждый из нас, покупая что-то в магазине или заказывая какую-то услугу, хочет, чтобы наши ожидания были реализованы на все сто. Чтобы продукты были непросроченные, обувь действительно кожаная, а бытовая техника в исправном состоянии. Но что делать, если по факту уже после приобретения вы понимаете, что вас просто-напросто обманули? Алгоритм прост. Идете, например, в магазин и выставляете претензию. В ответ полное игнорирование, хамство, нежелание исправить что-либо. И вы понимаете, что за свои и кровно заработанные вас просто кинули. Но выход есть. Следует обратиться в общество защиты прав потребителей. В Бресте есть такое. Накануне Дня защиты прав потребителей наш корреспондент Александр Богданович познакомился и с руководством, и с теми людьми, которым только благодаря Обществу защиты прав потребителей удалось добиться справедливости. Смотрите сюжет. Почти каждый день человек сталкивается с проблемой недобросовестных продавцов или людей, которые оказывают недолжным образом свои услуги. Как показывает практика, столкнуться с подобным можно на каждом шагу, особенно там, где сам не ожидаешь. Удивительно то, что граждане пытаются решить с продавцом или исполнителем проблему напрямую, но после обращения часто получают стандартный ответ в стиле ваш гарантийный срок истек или товар обмену и возврату не подлежит. В итоге покупатели воспринимают это как факт и действительно думают, что сами не правы, но в душе все равно остается осадок, будто что-то здесь не так. Но мало кто доходит до мысли обратиться в общество защиты прав потребителей. Защита прав потребителей – это комплекс мер, которые направлены на то, чтобы лишить недобросовестных продавцов и исполнителей возможности предоставить гражданину некачественный товар или услугу. Сегодня мы вам расскажем о таких случаях и попробуем сделать вывод, как подобных ситуаций избежать. В городе Надбугом официально с 2013 года работает общество защиты прав потребителей, и его сотрудники на безвозмездной основе помогли не одной сотне обманутых покупателей. Ежедневно поступают на телефоны около 10-15 до 20 звонков в день, и поэтому ведется большая работа объемная именно по телефону в основном принимаем. А в случае необходимости тогда уже в связи педагогической нездоровой ситуации уже приходят к нам люди с данными документами и по ходу уже рассматриваем. Соответственно, на безвозмездной основе мы оказываем помощь, рассматриваем ситуации разные. В случае необходимости помогаем составлять претензию. В последующем, если потребитель отказывает от удовлетворения в этой претензии помощи, тогда мы уже обращаемся к нам потребителям, мы заключаем договор безвозмездного наказания и услуг, где подаем, обращаемся в суд с иском и представляем интересы в суде, и защищаем его права и законные интересы, права потребителя. Также в случае положительного решения суда, доходу государства идет штраф в виде 100%. По словам Владимира Леоненко, основные обращения граждан касаются онлайн-магазинов. Именно там чаще всего люди сталкиваются с обманом со стороны индивидуальных предпринимателей. Есть пара советов от специалистов, как избежать неприятных ситуаций при приобретении товара, особенно отправленного наложенным платежом. Наложенным платежом через почту, это вообще на сегодняшний день очень много обращений. Именно наложенным платежом получает, не понимая то, что получили, обращается к продавцу, продавец молчит, поэтому опять же сложность возникает найти это и установить продавца, кто кому оплачивал покупатель данный товар. Я бы советовал покупателям не наложенным платежом, а данный товар может прийти также с переписью, что туда входит данный товар. Если будет возложено, то можно товар вначале проверить, если в перечне есть там список какой-то, то согласно этого перечня можно проверить данный товар. Соответственно, если вы столкнулись с проблемой сразу, то вы можете отказаться от данного товара и вернуть данный товар продавцу. Но случаи покупки некачественного товара в реальной жизни тоже нередки. Одна из героинь нашего сюжета Анастасия делится с нами своей печальной историей, которая, к счастью, закончилась благополучно. У меня была приобретена летняя пара обуви, это были босоножки, и я их носила в течение года. И обувь была кожаная, то есть явно не три копейки стоила. И в результате этого моей носки у меня лопнула подошва. Ну, вешу я не 150 килограмм, да, как бы 50 килограмм веса, но подошва лопнула по непонятной причине. Я обратилась в магазин, скидываю фотографии, мне говорят, все, у вас закончился гарантийный срок, до свидания. Мои знакомые посоветовали мне обратиться в общество по защите прав потребителя, сказали, ты сама толку не добьешься, поэтому лучше решать через общество, где тебе квалифицированные юристы помогут решить этот вопрос. Что, собственно, я и сделала, я обратилась к Владимиру Николаевичу. Спасибо ему большое, потому что он избавил меня от всех вот этих бумажных работ, потому что правильно сформулировать свои мысли — это одно, нужно знать еще, на какие статьи законы это все опирается. Когда ты не юрист, не имеешь никакого понятия в этой сфере, сделать это крайне сложно. Исковое заявление удовлетворено полностью, и у нас идет уже этап, когда я жду возвращения нам денег. Но такие ситуации происходят не только при приобретении каких-то товаров. Часто недобросовестными оказываются и люди, которые предлагают свои услуги. И вот вам реальный пример от нашего респондента Сергея. Решили с женой перетянуть на головнике кровати. Ну, искал я объявление, все-таки как раз тут в почтовом ящике. Ну, было объявление, тем я еще в другие созванивался. Нашел, пообзвонил людей. И вот мне очень заинтересовал один человек. Говорит, делаем быстро, качественно, по цене сошлись. Говорит, приезжаем, большой выбор тани, обмеряем все такое. Ну, хорошо. Ко мне приехали, да, без вопроса, приехали относительно быстро, посмотрели, договорились о цене. Составили договор. Ну, говорят, у нас по договору, говорит, 50% предоплаты. Не вопрос. Я уплатил все. Но мы составили договор, все, там подписи его, мои. Ну, без чеков. Говорит, кассов аппаратов нету. Ну, думаю, все равно договор-то составлен. У него образец, у меня образец. Сказали, что через неделю сделают без вопроса. К концу следующей недели. Стало-то все затягиваться, то потом не с чем перевести. Я уже не знал, что делать. И так звонил, говорю, обращусь в милицию. Так оно и получилось. Просто уже прошло больше месяца. По договору даже по самому, если не устному договору, так написано, месяц рабочий, максимальное изготовление изделия. Я обратился в милицию, позвонил. И мне сказали, обратитесь в защиту прав потребителя. Они этими занимаются, объясняют, что, зачем, почему. Так оно и получилось. Составили по всем документам договор. Он предоставил, меня предоставлял судья. И мы выиграли суд. И сейчас ждем окончательно получения денег. Каждый житель города над Бугом должен знать, что у него всегда есть возможность обратиться в Брестское общественное объединение защиты прав потребителей, где квалифицированные юристы всегда помогут еще и на безвозмездной основе. Поэтому не давайте повода недобросовестным продавцам дальше вести свою деятельность. Ведь если обманули вас, значит делали это и раньше и точно будут продолжать в будущем. Также хотелось бы к дню международного праздника 15 марта поздравить всех наших потребителей по городу Бреста и Брестской области. Пожелать им приятных покупок и хорошего настроения. И обращаться в Брестское общественное объединение защиты прав потребителей, которое находится по улице Ленин, дом 22, кабинет 11. Также имеются контактные телефоны для горячей линии. Это плюс 375-33-692-3680. Также городской телефон 8-0-16-2-50-70-70. Вы должны понимать и иметь в виду, что мы оказываем на безвозмездной основе. Александр Богданович, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания Бук-ТВ. Продолжаем выпуск. Шанс. Такое символичное название носит Школьная академия научных сотрудников, которая практически на протяжении двух десятилетий существует на базе средней школы номер 20 имени Дмитрия Карбышева. Все это время научное сообщество учащихся в тесном сотрудничестве с учителями работает над исследованиями в самых разных сферах, начиная литературой и заканчивая естественными науками. Свою научную работу необходимо не только систематизировать и оформить, но и защитить перед серьезным жюри на нескольких этапах. Победа в каждом из них дает право пройти на следующий уровень. Сначала районный, затем областной и республиканский. О том, как желания, труд и талант помогают покорять самая неприступная вершина успеха, расскажет Людмила Логодич. Вот так, углубляясь в тайные языкознания, на протяжении года от тандем учителя немецкого языка Светланы Шломы и ученика 11 класса Владислава Масюка из 20-й школы изучал, сопоставлял и делал выводы в отношении немецких амонимов. Накопить и систематизировать материал помогли как собственные исследования, так и совместные мероприятия с учениками 10-11 классов, а также общение с носителями языка. А результатом этой работы стал диплом второй степени республиканского конкурса исследовательских работ в секции немецкий язык. Здравствуйте, я Влад из Бреста, я учусь в школе номер 20, я учусь в 11-й классе. Моя девушка есть Светлана Николаевна и Бойка Наталья Васильевна. Так я начинал представлять свою работу на конференции по немецкому языку, на которой я занял второе место. Это был конкурс исследовательских работ, состоял он из трех этапов. Первый этап – это районный, там я занял диплом первой степени. Второй этап – это областной, там тоже у меня диплом первой степени. И третий этап – это республиканский. Сам юноша активно участвует в жизни школы, 11 лет занимается плаванием и 12 лет танцами. Немецкий – один из любимых предметов. Его в семье Владислава знают все. Он же изучает его по школьной программе с третьего класса. В его успехе немалую роль сыграл факт участия в программе по обмену учащимися с немецким городом Равенсбург. Финал конкурса исследовательских работ проходил на базе Минского лингвистического университета. Квалифицированная жюри высоко оценила проделанную совместную работу и даже прислала подарок. У нас есть уже богатый опыт написания исследовательских работ. Так, уже 10 человек, учеников нашей школы, стали дипломантами или получили похвальные отзывы на республиканской конференции, или сейчас он называется «Конкурс исследовательских работ». Что за этим идет? Ну, конечно, сначала это большой труд ученика и учителя, а потом, если ребенок отмечен на республике, он награждается дипломом, награждается премией президента республики Беларусь по поддержке одаренной молодежи, и он попадает в спецфонд «Одаренная молодежь, одаренные дети республики Беларусь». Так вот, подчеркну, что у нас уже таких 10 счастливчиков в 20-й школе. Дошли до республиканского этапа и получили похвальные грамоты от судейского жюри и еще две ученицы 20-й школы. Их изыскания лежали в области биологии. Совместно с учителем Вероникой Алисовой они изучали влияние пищевых добавок на потомство мушек дрозофил. Обе девушки аллергики, а потому исследование напрямую касалось каждую из них. Его результатом стал ответ на вопрос, как сказываются подсластители, красители и пищевые добавки на живом организме. Мы вводили питательную среду в небольшие колбочки, и в каждой колбочке были разные питательные среды. То есть в одной колбочке была питательная среда без каких-либо примесей, в остальных колбочках были примеси. То есть сначала отдельно подсластитель, потом отдельно краситель. А далее мы сразу же смесь вводили. И дальше мы рассматривали изменения потомства. На данную работу нас натолкнула наша ученица по биологии Вероника Александровна. Мы очень ей благодарны за то, что она дала нам такую возможность поучаствовать, как-то показать себя. Она была постоянно рядом с нами. Это очень вдохновляло, как-то давало силу не сдаваться. Особенно мы думали, мы не пройдем на республику, потому что мы заняли третье место на областной конференции. Это было большим шоком, когда мне на почту пришло письмо о том, что вы прошли на финал. Школьная академия научных сотрудников, которая практически на протяжении двух десятилетий существует на базе средней школы номер 20 имени Карбышева, продолжит свою работу. И мы еще не раз узнаем о ее достижениях. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Льмонтович. Итоги недели. Есть в Беларуси один уникальный город. Правда, в нем давным-давно никто не живет. Но интерес к истории этого древнего поселения не угас и сегодня. Почти тысячу лет назад наши славянские предки основали в этом красивом месте город. Берестье. Этот археологический музей, единственный в Европе, рассказывающий историю средневековых городов, восточных славян. Какие люди жили в нем 10 веков назад? Как обустраивали быт и чем занимались? Все это сейчас можно узнать в археологическом музее Берестье, который в марте отметил свой 40-летний юбилей. Перевернуть страницы летописи можно вместе с сотрудниками музея, чтобы окунуться в историю и ощутить ту самую энергетику древнего города. Анастасия Милишкевич продолжит тему. С 1969 по 1981 год под руководством доктора исторических наук профессора Петра Лысенко проводились раскопки, в результате которых были обнаружены более 220 деревянных построек XI-XIII веков. Уличные мостовые, частоколы, многочисленные предметы материальной культуры того времени. Была вскрыта площадь более 1800 квадратных метров практически с этого момента. И началась история Брестского археологического музея Берестье. Первая экспозиция этого музея была открыта 2 марта 1982 года, поэтому в этом месяце исполнилось 40 лет нашему филиалу. Но, конечно, мне хочется сказать, что музей этот уникален, потому что это единственный в Европе музей восточнославянского средневекового города. В 1968 году начали проводиться археологические раскопки под руководством известного археолога Петра Федоровича Лысенко, доктора исторических наук. И результатом этих раскопок стал наш музей, главным экспонатом которого является, конечно же, археологический раскоп. Сегодня музей Берестье – это древний город под стеклянным куполом. Он разместился на территории Брестской крепости. Основа его экспозиции – аутентичный квартал древнего Берестья. В XIII веке все строилось из дерева. Средний размер сооружений был около 15 квадратных метров. Пол, как и двор, выкладывался досками, а отверстия, которые были обнаружены при раскопках, напоминали окна. Но на самом деле это были дверные проемы. А все потому, что люди тогда были гораздо ниже современного человека. Средний рост мужчины в то время был всего 160 сантиметров. Чтобы из XXI века попасть в XIII столетие, нужно пройти всего пару метров. Правда, свободно путешествовать могут только сотрудники музея. Но для нашей съемочной группы, конечно же, сделали исключение. Правда, строго запретили что-либо трогать руками. Внизу в раскопе до сих пор чувствуется энергетика древнего города. Возраст деревянных стен, мостовых заборов составляет минимум 800 лет. Глядя на раскоп, многие задаются вопросом, почему такая плотная застройка. Все просто. В те времена старались строить скученно. Одни постройки находились выше, другие на 30 сантиметров ниже. Но на одинаковом уровне их было легче законсервировать. Например, 12-ти венцовая постройка была найдена ближе к реке. И поскольку она уникальна, ее перенесли в музей. И она стала эксклюзивом Бересте. Изименкой нашего музея является именно археологический раскоп, потому что только в нем вы можете увидеть целый квартал средневекового древнеславянского города. В Новом городе Пскове неоднократно проводились раскопки. Но там постройки сохранятся только на 2-3 венца. А у нас фактически по крышу. Помимо раскопа, музей славится и другими не менее важными находками. Например, глинобитная печь примерно 960 года, найденная на сегодняшней территории Святое Рождество Богородицкого монастыря. Вот эта вот глинобитная печь, она на 100 лет старше, чем город впервые упоминается в летописи. Вот именно так вот на рисунке она могла выглядеть. И вот те экспонаты, которые тоже были найдены летом 2006 года. Пройдя дальше по музею, можно познакомиться с кожевенным ремеслом. Мужчины-берестяне использовали чаще кожу домашних животных. Здесь можно увидеть и металлические проколки, простейшую обувь горожан, детские туфли. Что касается обуви, то восстановлено со временниками из найденных частей. Женщины в основном занимались ткачеством. Экспозиция включает фрагменты шерстяной ткани и орудия обработки льна, веретена. Соединив слова экскурсовода с собственным воображением, понимаешь, как выглядели предметы в целом или как они служили своим обладателям. Многочисленную группу находок из цветных металлов составляют также и женские украшения. Височные кольца, бусы, браслеты, персни и кольца. Вот такие браслеты различных форм, размеров и цветов. Стопки, бокалы, бусы, вставки или персни. А это уже мазавшанская керамика, польская. В форме ярлавин горшка не характерен для восточных славян. Привлекает посетителей и реконструкция средневекового жилища, уменьшенная в полтора раза. Довольно бедное убранство. Пол, эти стол с керамической и деревянной посудой. Лавка, полка. В стене лучина для освещения комнаты. Справа возле двери глинобитная печь. Двор, выложенный досками, частокол, клеть. Многое проясняет изображенная на стене мини-панорама города. Когда ходишь по музею Бересте, то даже не замечаешь, как пролетает время. Ведь все экспонаты просто завораживают. Так и маня своих посетителей погрузится в историю средневековья. Пример тому – Брещанка Галина. На протяжении 10 лет, раз в год, она посещает музей Бересте и считает, что это уже стало традицией. Мне нравится то, что здесь показана история города, его возникновение, люди, которые здесь жили, экспозиции, посвященные каждому ремеслу горожан, торговля, быт, скульптура, разные композиции. Особенно мне нравится вот та композиция, которая показана комната, в которой жили горожане, скамейки, лавки, их быт. Всегда, когда приезжают к нам гости, знакомые каких-то других городов, мы всегда приводим их в этот музей, чтобы они посмотрели и познакомились с историей города. Музей Бересте – наиболее посещаемый из музейных объектов. С момента открытия здесь побывало более трех миллионов человек из 37 стран мира. Бересте в Бресте – это по праву бренд и визитная карточка нашего тысячелетнего города. Спортсмены, артисты, художники, победители международных предметных олимпиад и покорительницы модельного Олимпа. Они не раз доказывали, что в нашем городе много возможностей и плодородная почва для развития и продвижения талантов в самых разных сферах. Неоднократно представители Бреста принимали участие и в популярных международных телевизионных вокальных конкурсах и проектах. Но за все время существования полюбившегося зрителям на просторах всего СНГ российского шоу «Голос» Владислав Ковальчук – первый и единственный брещанин, которому удалось дойти до этапа слепых прослушиваний. Наша съемочная группа познакомилась с талантливым школьником, узнала впечатления от участия в шоу и ближайших творческих планах. 8 тысяч заявок и только 100 счастливчиков отобраны для участия на слепых прослушиваниях российского шоу «Голос. Дети». В их числе впервые имя брещанина – это Владислав Ковальчук. Звездные судьи, телекамеры, живой звук и всего несколько минут эфирного времени. Момент, которого он так долго ждал. Но юношу удается собрать волю в кулак и выступить действительно потрясающе. Несмотря на, казалось бы, все возможные слагаемые успеха, никто из звездных судей так и не повернулся. Ютуб сразу взорвется. Как такое могло случиться? Обидно за парня. Жюри разочаровало. Под видео с выступлением организаторы в экстренном порядке закрыли комментарии. Я, конечно, сильно разочаровался, но я буду продолжать, естественно, продвигать свой талант. Я не буду на этом заканчивать. С музыкой я хочу связать всю свою жизнь. Я уже занимаюсь в музыкальной школе. Шесть лет на хоровом отделении. Мне осталось полтора года. Занимаюсь в студии «Моголив». Еще хожу отдельно на фортепиано. Я хочу прославить свой город. И для этого я буду очень много трудиться. Все реально, ведь вокалом парень занимается уже восемь лет и за это время неоднократно становился лауреатом конкурсов и фестивалей самого разного уровня – от городских до международных. К педагогу по вокалу Наталье Карпук Владислав попал два года назад и еще тогда впервые попробовал пройти на шоу «Голос дети». Вторая попытка оказалась более успешной и, несмотря ни на что, она точно знает, что ее ученик еще проявит себя. В этом уверена и мама, которая любит и ценит своего маленького артиста. У Татьяны трое сыновей, но она умеет найти подход к каждому. Ребенка, который живет пением и творческий, его сразу видно. Понимаете, это не скрыть вообще нет каких глаз. И вообще творческого человека его сразу заметно. Они выделяются, да. Влад, он харизматичный мальчик, он очень смотрибельный мальчик. И первым делом, что мне написали многие мои подруги, что Наташа, какой красивый мальчишка, понимаете? А это же тоже немаловажно, да, харизма. Влад живет музыкой, ему нравится. И вот в этом году мы стали проходить импровизацию, это уже более сложная ступень, да, когда ты придумываешь сам мелодию, сам пытаешься сделать фишечки голосом. Это уже такое не база, а уже выше базы. Я всегда говорила, в любом случае, ты для меня победитель. Вне зависимости от результата, пройдешь ты там на голос, не пройдешь, ты победитель. Вот, я всегда его поддерживаю, всегда. Я всегда даже, кстати, с ним нахожусь на занятиях. Всех вот этих 8 лет, которые он занимается вокалом, я всегда присутствую на его занятиях. Я никогда его не осуждаю. Я всегда только говорю, что все впереди, все твои старания, все они будут замечены. Влад поддерживает отношения с участниками шоу. Он открытый, жизнерадостный, позитивный. Любит путешествия к морю, а в его коллекции растений немало экзотики. По характеру я энерджайзер. Еще я очень люблю флору. У меня дома очень большое количество растений. Манго, авокадо, гриф, фрукт, драгон, фрукт, гранат, ананас. Очень много растений. И мой любимый предмет в школе – это биология. Прямо сегодня юный артист вновь отправляется покорять Москву. Его ждет еще один яркий вокальный проект. Ну а мы пожелаем земляку добиться своей цели и прославить наш город. На заре голоса зовут меня. О-о-о-о-о. На заре голоса зовут меня. Людмила Логодич, Андрей Щербай, Юрий Лемонтович. Итоги недели. Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Полина Сусько, прощаюсь с вами. Мира и стабильности, спокойствия и здоровья вам и вашим семьям. И новости в домах пусть будут только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова